Внимание! Внимание! Жители всех стран и городов мира! К Земле приближается огромный астероид. Его скорость в несколько раз превышает скорость звука. И с каждым днём он ускоряется всё сильнее. Войдя в нашу Солнечную систему, он пролетит мимо Урана, Сатурна, Юпитера и Марса. Гравитационные поля этих планет ускорят астероид ещё больше. Конечный пункт его назначения — наша планета. Столкновение неизбежно. По мнению учёных, метеорит размером с Эверест может уничтожить всю планету. Катастрофа произойдёт через 350 дней. На улицах паника. Люди покупают и строят бункеры. Учёные-астрономы со всего мира пытаются найти какое-то решение. Единственный способ избежать столкновения — уничтожить астероид. Мощная ракета может расколоть его на сотни тысяч осколков. Тогда на Землю обрушится метеоритный дождь. Но это лучше, чем тотальное разрушение. Менее чем за год строится несколько мощных ракет. И с помощью лучших телескопов астрономы создают уникальную систему наведения. Теперь нужно подождать, пока астероид войдёт в нашу Солнечную систему. Люди начинают переезжать на один континент с отличными бункерами. Ущерб от астероида предсказать невозможно. Поэтому все прячутся в одном большом и безопасном месте, чтобы переждать столкновение. Итак, момент настал. Астероид проходит мимо Урана, и его скорость увеличивается. Сейчас он движется всего в 10 раз медленнее скорости света. Учёные запускают ракеты. Астероид пролетает мимо Сатурна и разрушает часть его кольца. Траектория астероида меняется. Он пролетает мимо других планет, набирает скорость и теперь направляется к Земле. Ракеты оставляют за собой длинный огненный след. Разгоняются до скорости звука и летят к астероиду. Столкновение происходит вблизи Марса. Ракеты попали в цель. Астероид взрывается и распадается на миллионы частиц, а его осколки разлетаются в разные стороны. Земля спасена. В этот момент спутники Земли фиксируют огромный всплеск энергии. Часть астероида летит к Земле. Она крошечная, размером с песчинку. Но взрыв придал ей ускорение, и теперь она летит к Земле со скоростью 297 тысяч километров в секунду, что составляет 99% скорости света. При такой скорости песчинка обладает почти такой же разрушительной силой, какой обладал весь астероид. Она приближается к Луне. Еще несколько секунд, и песчинка ударится о нашу планету. Все люди ждут затаить дыхание. Песчинка получает такую невероятную силу благодаря законам физики. Чем больше скорость объекта, тем больше массы и энергии он обладает. Когда песчинка достигает скорости, близкой к скорости света, ее энергия и масса начинают резко возрастать. Эту крошечную песчинку невозможно даже разглядеть, но при этом она обладает массой целого континента. Если она достигнет скорости света, ее масса станет бесконечной. И тогда появится черная дыра. Все живое и даже неживое на планете просто исчезнет. Деревья, моря и океаны, все города, страны и континенты. Воздух, звук, атмосфера и любая молекула Земли все будет поглощено чудовищной гравитацией черной дыры. Когда от нашей планеты ничего не останется, дыра захватит Луну. Ее гравитация будет расти, и она поглотит другие планеты Солнечной системы, а затем достигнет Солнца. Наша звезда распадется на миллионы полосок света, как спагетти, и будет излучать огромное количество энергии. Это может спровоцировать рождение второй черной дыры. Однако речь идет лишь о 99% скорости света, что все меняет. Ни один объект, обладающий массой, не может развить скорость света. Песчинка попадает в атмосферу Земли. Со стороны она выглядит, как ослепительный метеор, пронзающий небо. Песчинка нагревается, проходя через слои атмосферы. Облака в радиусе 100 километров начинают пылать. Небо становится кристально чистым. Если взглянуть на это в замедленной съемке, можно увидеть, что воздух ионизирован, потому что молекулы воздуха расщеплены. В природе такой процесс происходит во время вспышек молнии. Солнце тоже обладает ионизирующей энергией. Метеорит оставляет после себя озоновую дыру, и теперь это место ничем не защищено от космического излучения и ультрафиолета. Песчинка летит прямо в центр Южного океана. Ближайший континент к взрыву – Антарктида. Воздух вокруг нагревается и смешивается с холодной температурой океана, создавая ураганы. Как только песчинка приближается к поверхности воды, она начинает кипеть. Температура и энергия песчинки настолько велики, что вода испаряется. Молекулы пара мгновенно сгорают, и тысячи кубометров воды просто исчезают с лица Земли. Первые несколько метров песчинка просто летит вниз, не касаясь поверхности, так как вода перед ней просто испаряется. Затем она падает в океан, и происходит мощный взрыв. Сотни миллионов кубометров воды закипают из-за высокой температуры. Весь океан в радиусе 100 километров освещен ярким светом. Океанские глубины, куда никогда раньше не попадал солнечный свет, становятся почти такими же прозрачными, как вода на дне бассейна. Обломки старых затонувших кораблей из-за мощного взрыва распадаются на атомы. Неизвестные морские существа и гигантские кальмары, живущие в темноте, в ужасе уплывают от яркого света. Наконец, песчинка касается морского дна и уходит глубоко в земную коробку. Если она достигнет ядра Земли, то, скорее всего, планета взорвется от выброса невероятной энергии. К счастью, этого не происходит. Сопротивление океана и Земли замедляет песчинку и отнимает у нее энергию. Это провоцирует небольшое смещение тектонических плит, а затем по всему океану образуются огромные волны. Взрывная волна создает огромные цунами. Представьте, что в лужу падает маленький камешек. То же самое происходит и с океаном. Огромные волны приближаются к прибрежным городам. К счастью, людей эвакуировали, но ущерб, нанесенный одной песчинкой, обойдется в сотни триллионов долларов. Дома разрушены, дороги затоплены, а потом начинается дождь с ураганами. Испарившаяся вода океана образует огромные грозовые облака, и ветер гонит их континентом. После цунами начинаются затяжные дожди, которые затапливают целые страны. Все это продолжается не один день. Температура Южного океана повысилась на несколько градусов. Вода на месте столкновения кипит и растапливает антарктические ледники. Айсберги тают, и уровень воды в Мировом океане повышается. Части некоторых континентов навсегда уходят под воду. Грозовые тучи достигают Сахары и других пустынь. На некоторых континентах сдвиг тектонических плит вызывает землетрясение, а затем пробуждаются вулканы, которые выбрасывают в небо вулканический пепел. На то, чтобы он начал оседать, уйдут месяцы. Это создает сложные условия для жизни на Земле. Живые существа не получают достаточного количества солнечного света, а у растений нарушается фотосинтез, и выработка кислорода прекращается. Воздуха в атмосфере становится меньше, и дышать становится все труднее. Людям приходится приспосабливаться к новым условиям. Как на суше, так и в океане строятся новые города. Создаются плантации с искусственным освещением для производства фотосинтеза. К счастью, когда пепел оседает, все проблемы заканчиваются. Внутри вулканов течет горячая магма. Она может пригодиться, так как в ней много химических элементов и минералов. Вместе с пеплом в землю попали питательные вещества, и теперь почва хорошо удобрена. Растения, деревья, фрукты и овощи растут очень быстро и производят много нового кислорода. Сахара стала выглядеть как яркая, цветочная поляна, а не пустыня. Песчинка просто обновила планету вместо того, чтобы ее уничтожить. Добро пожаловать на шоу «Выжить, несмотря ни на что». Сегодня наш ведущий Альберто совершит сумасшедший трюк. В прошлом году он два месяца жил в пещере с медведем Гризли и сумел выжить. Вы помните, как Альберто обмазался фаршем и прыгнул в бассейн с пираниями? Надеюсь, вы не забыли, как Альберто жарил барбекю на пробудившемся вулкане. Так вот, забудьте! Сегодня Альберто выполнит самый опасный и безумный трюк в своей жизни. Ради вас, дорогие зрители, его проглотит гигантский синий кит. Альберто отправляется в Северную Атлантику. Это огромное водное пространство, где можно встретить синих китов и кашелотов. Он садится на яхту и отплывает далеко от берега. Он собирается искать китов с помощью эхолокации и бинокля. Проходит несколько дней. Альберто сидит на борту и изучает горизонт. Сонар обнаруживает движение. Альберто смотрит в сторону сигнала и видит фонтан воды, взмывающий в небо. Это гигантский синий кит. Самое большое млекопитающее на планете. Да, это млекопитающее, а не рыба. Итак, Альберт обмазывает себя маслом, чтобы легко протиснуться в глотку кита. Он надевает кислородную маску и прыгает в воду. Синий кит открывает рот и поглощает огромное количество воды. Его рот заполнен китовым усом. Это щетинки, которые заменяют зубы. Они состоят из кератина. Из этого же белка состоят волосы и ногти у людей. Кит втягивает воду, а затем выталкивает ее. Щетинки не дают мелкой рыбе и планктону покинуть рот вместе с жидкостью. Китовый ус похож на фильтр. Альберто подплывает ближе. Кит делает глоток. Он поглощает несколько сотен литров воды и засасывает Альберто. Наш герой оказывается внутри бури. Кругом вода, а гигантский язык размером со слона кидает Альберто из стороны в сторону. Альберто пытается добраться до горла, но вода выплескивается обратно. Альберто скользит по языку к выходу изо рта. Но кит закрывает пасть и наш герой врезается в китовый ус. Это больно! Пара щетинок даже отваливается. Язык хочет вытолкнуть человека, но Альберто удается протиснуться в глотку. Тут он наталкивается на преграду. Он не может пройти дальше из-за строения кита. Горло этого колоссального животного крошечное, диаметром с кулак. Но оно может растягиваться. Альберто это предвидел и намазался маслом. Он вытягивается во весь рост и ныряет в горло. Теперь наш герой оказывается внутри узкого пищевода. Он скользит по нему, как по горке в аквапарке. Затем его скорость снижается. Пространство становится более узким. Альберто ползет вперед с трудом. Здесь очень скользко, и Альберто едва может двигаться. Пищевод сжимается и проталкивает его дальше. Теперь он внутри желудка. Там темно, тесно и ужасно пахнет. Альберто хочет зажечь спичку, но его карманы совершенно мокрые. И зажигать здесь спичку – плохая идея. Во-первых, здесь почти нет кислорода, а значит, огня не будет. Во-вторых, внутри желудка происходят химические реакции, в результате которых образуются взрывоопасные газы. Взрыв Альберто точно не нужен. Он достает фонарик и осматривает это место. Стенки желудка узкие и постоянно пульсируют. Альберто не может встать во весь рост. Он стоит по колено в какой-то жидкости. Он видит вокруг себя скелеты рыб, обломки кораблей, корзины из супермаркета, DVD-лампу и книгу «Моби Дик». Нет, это неправда. Вы вряд ли найдете что-то интересное внутри желудка кита. Может быть, пластиковую бутылку или какого-нибудь мелкого кальмара. Кстати, у кошелота, в отличие от синего кита, широкое и длинное горло. Это позволяет ему заглатывать крупную добычу целиком. Теоретически, он может проглотить человека. В общем, в желудке кошелота можно найти много интересного. Однажды это существо проглотило гигантского кальмара. Длина этих кальмаров может достигать 14 метров. Это размер небольшого автобуса. Кошелоту удалось проглотить такую добычу благодаря гибкой структуре тела кальмара. Ладно, давайте вернемся к Альберто. В желудке кита ужасный запах. Планктон и мелкая рыба перевариваются в желудочном соке и... Подождите, почему так больно? Альберто чувствует, как желудочный сок разъедает его костюм. Альберто пытается встать, но здесь слишком тесно. Он бьет руками по стенкам желудка, но ничего не происходит. Желудок сужается и сдавливает Альберто все сильнее. Сок раздражает его кожу. Альберто кричит и машет ногами в разные стороны. Он хочет вызвать у кита рвотный рефлекс. Почему это не срабатывает? Альберто в отчаянии и не знает, что делать. Кажется, это его последнее приключение. Он закрывает глаза и делает глубокий вдох. Стоп! Глубокий вдох! Точно! Альберто открывает кислородный баллон и наполняет желудок свежим воздухом. Хит начинает раздуваться и наполняется газом. Желудок пульсирует, сок пенится и кажется, что грядет буря. Стенки сокращаются настолько, что выдавливают Альберто через пищевод. Вместе с остатками рыбы и сока он продвигается вперед. Пищевод становится все более узким. Альберто становится трудно дышать, но он видит свет в конце тоннеля. Кит выплевывает его. Альберто жив! Он счастлив, что ему удалось выбраться из такого приключения целым и невредимым. Он возвращается в лодку и плывет к берегу. Но подождите минутку. Что это сейчас проплывает мимо? Это кошелот! Какая удача! Альберто снова ныряет в воду. Он направляется прямо в пасть этого огромного животного. Кошелот поглощает воду. Вместе с Альберто туда попадают несколько рыб и осьминог. Кошелот толкает человека языком в разные стороны и заглатывает всю добычу. Глотка достаточно широкая. И Альберто легко удается туда попасть. Но тут возникает другая проблема. Альберто находится в узком пищеводе, где ему трудно дышать. И у него нет кислородного баллона. Альберто чувствует себя так, словно его плотно обмотали клейкой лентой. Он не может ничего сделать и воздуха нет. Он протискивается вглубь пищевода и чувствует, что он здесь не один. Помимо осьминога он ощущает движение больших щупалец. Ух ты! Это гигантский кальмар! И он еще жив! Альберто дрожит всем телом, но ничего не может изменить. Он теряет сознание. Стенки желудка давят на его лицо. В этот момент Альберто кусает кошелоты изнутри. Начинается землетрясение. Все, что было в желудке, выходит наружу. Наконец, Альберт оказывается на воле. Гигантский кальмар уплывает как можно дальше. Кажется, он так и не понял, что с ним произошло. Наш герой забирается на яхту. Сейчас он самый счастливый человек на планете. Он запускает двигатель и направляется к берегу. Вы должны понимать, что история Альберто чисто гипотетическая. Конечно, в реальности кит не смог бы проглотить человека. Сообщение о том, что человек оказался в желудке кита – это мифы и легенды. Да, были случаи, когда люди попадали в гигантскую пасть, но не проходили через горло. Однажды туда попал дайвер. Он чудом выжил благодаря снаряжению для подводного плавания, которое помогло ему дышать. Другой случай произошел с людьми, которые катались на каяках. Когда горбатый кит ловит рыбу, он выплывает на поверхность с открытым ртом. Это похоже на решетку, которая поднимается снизу. То есть ребята были слишком близко и попали в пасть кита. В любом случае не волнуйтесь, кит вас не проглотит. Он просто не сможет. А вот кашалот на это способен. Хорошая новость в том, что это редкое животное. Вероятность попасть в его желудок – один к миллиарду. Более вероятно, что рядом с вами упадет метеорит. Большинство людей на Земле никогда не увидят кашалота в реальной жизни. Эти животные плавают в океанах по всему миру, но большую часть времени проводят на глубине около трех километров. Это в 10 раз больше высоты Эйфелевой башни. 10 апреля 1912 года. Вы на побережье Атлантического океана в маленьком портовом городке. Сотни людей и вы в их числе собираются подняться на борт величественного корабля. Он в три раза больше, чем статуя свободы, и считается самым совершенным и непотопляемым судном своего времени. Вы видите сотни окон, роскошных кают, а на железном корпусе красуется надпись «Титаник». В тот день знаменитый супер-лайнер отправился в свой первый и последний рейс из Сауд-Гемптона в Нью-Йорк. Но вас ждет совсем другая история. Вы слышите, как член экипажа объявляет о начале путешествия «Титаника». Корабль плывет из Африки на Бермудские острова. И причиной катастрофы будет вовсе не айсберг. Уже четыре дня «Титаник» плывет по водам с Северной Атлантики. Солнце так сильно нагревает корабль, что пассажиры весь день сидят в каютах. И лишь вечером, когда с океана начинает дуть прохладный бриз, люди поднимаются на палубу, чтобы полюбоваться закатом. Полночь. 15 апреля. Вы сидите в каюте и читаете книгу. Обычно в это время вы уже спите, но сегодня вы зачитались. Наконец вы закрываете книгу и осматриваете каюту. Такое чувство, будто за вами кто-то наблюдает. Вы вскакиваете и покрываетесь холодным потом. Все тело пронизывает необъяснимое чувство тревоги. По коже бегут мурашки. Вы смотрите в окно каюты, но видите лишь океанские брызги, которые бьются о стекло. Снаружи стоит плотный туман. Вы выходите из каюты и видите других пассажиров, которые тоже почувствовали опасность. Они здороваются и спрашивают, что случилось. Но этого никто не знает. Вы направляетесь к лестнице, чтобы выйти на палубу и разобраться, в чем дело. В этот момент пол уходит у вас из-под ног, и из-за сильного толчка вы падаете. По всему кораблю разносится страшный грохот. Вы встаете и видите, как все больше и больше людей выходят из кают. Вы поднимаетесь по лестнице и встречаете члена экипажа. Он ничего вам не говорит, но его глаза широко раскрыты от страха. Вы поднимаетесь на палубу и почти ничего не видите из-за густого влажного тумана, который окутал корабль. Несколько пассажиров схватились за головы, будто у них сильные боли. Вы видите капитана и спрашиваете его, что случилось. Капитан признает, что понятия не имеет, где вы находитесь. Вы видите компас в его руке. Стрелка бешено вращается в разные стороны, и определить, где сейчас корабль, действительно невозможно. Любопытно, что до 1964 года понятия «Бермудский треугольник» не существовало, хотя первые сообщения о пропавших в этом районе кораблях появились еще в середине XIX века. Еще один толчок. На этот раз вам удается устоять на ногах. Похоже, по кораблю ударило что-то большое. Вы подбегаете к перилам на краю палубы и смотрите за борт. Сквозь белый туман вы видите огромный плавник акулы. Самой акулы не видно, но, судя по плавнику, она должна быть длиной с железнодорожный вагон. Акула уплывает, но через несколько секунд вы снова замечаете ее плавник. Рыбина быстро приближается к кораблю и хватает железный корпус своими огромными челюстями. Палуба трясется и повсюду слышен скрежет металла. Похоже, морской хищник только что проделал в корпусе судна дыру. На такое способно только одно существо на планете – мегалодон. Это древний морской хищник, который достигал почти 20 метров в длину. В океане у мегалодонов не было конкурентов, и они находились на вершине пищевой цепочки. Считается, что они исчезли миллионы лет назад, но ведь океан исследован лишь на 5%. Вот же, пожалуйста, живой мегалодон, который плавает в таинственных водах Бермудского треугольника. Корабль охвачен паникой. Люди с нижних палуб бегут наверх. Титаник медленно тонет. Все несутся к спасательным шлюпкам, но никто не осмеливается в них забраться, пока под боком плавают огромные древние чудовища. Нос корабля уходит под воду. Вы стоите на левой стороне палубы и видите, как мегалодон жадно откусывает куски железного корпуса. Вы кричите людям в кормовой части, что мегалодон занят и теперь самое время эвакуироваться. На воду спускаются первые спасательные лодки с пассажирами, а некоторые просто прыгают за борт. К счастью, вода здесь намного теплее, чем в том месте, где на самом деле затонул Титаник. Вы надеваете спасательный жилет и тоже прыгаете. Мегалодон набрасывается на корабль и тянет его под воду. Наверное, монстра привлек запах кухни Титаника. Вы оказываетесь среди обломков и шлюпок. Туман, наконец, рассеивается. Звезды и луна освещают морскую гладь. Кто-то помогает подняться вам на борт спасательной лодки. Каждый старается уплыть как можно дальше от тонущего корабля. Вы видите огромную акулу, плавающую вокруг Титаника. В этот момент ее что-то отвлекает, и она уплывает. Больше половины корабля уже находится под водой, и оставшаяся часть похожа на торчащую из воды свечу. Океан спокоен, небо чистое и безоблачное, ни дуновения ветерка. Вдруг позади Титаника возникает волна высотой около 15 метров, как пятиэтажное здание. Она сбивает корабль, словно он сделан из бумаги. Затем чудовищная волна просто растворяется в воде. Это была волна-убийца. И это явление происходит во всем мире. Огромные волны внезапно появляются, разрушают корабли и без следа исчезают. Ученые до сих пор не могут понять их природу. Согласно самой популярной теории, эти волны образуются из-за кинетического вампиризма. При определенных условиях волны накапливают кинетическую энергию и обмениваются ею. Среди всех волн появляется одна волна-вампир, которая поглощает энергию остальных. И рано или поздно накопленная ей энергия выплескивается наружу. Некоторые считают, что частые исчезновения судов в Бермудском треугольнике происходили как раз из-за волн убийц. Люди в лодках успокаиваются. Кто-то запускает в небо сигнальную ракету. Вы смотрите на океан и видите торчащий из воды треугольный плавник мегалодона. Он размером с хорошую парусную лодку. И он движется в вашу сторону. Вы налегаете на весла изо всех сил. Люди кричат и зовут на помощь, но шансов на спасение нет. Легендарный монстр неумолимо приближается. Голова акулы уже выглядывает из воды. Чудовище разевает огромную пасть с сотнями острых зубов. Каждый из них размером с вашу ладонь. Вся ваша лодка могла бы поместиться в пасти акулы. Похоже, мегалодон заглотит вас целиком. Вдруг акула останавливается и захлопывает пасть на расстоянии вытянутой руки от лодки. Вокруг вас начинает пузыриться вода. Из океанских глубин вырывается несколько гигантских щупалец, которые обвиваются вокруг мегалодона и тянут его вниз. Вы смотрите за борт и видите фиолетовое свечение с черным кругом в центре. Кто-то в лодке тоже это замечает. Люди начинают кричать. Оно смотрит прямо на нас! Кричит женщина. Вы в ужасе, и все ваше тело сотрясает дружь. Фиолетовое свечение – это чей-то гигантский глаз, а черный круг – это зрачок. Существо, которое смотрит на вас, настолько велико, что лодка для него как рисовое зернышко. Это кракен. Гигантский кальмар. Древнее чудовище, потопившее сотни кораблей, существование которого еще никем не доказано. К счастью, лодка, в которой вы находитесь, слишком мала, чтобы заинтересовать кракена. Вы видите, что его глаз уходит все дальше. Огромные щупальцы утягивают мегалодона, который отчаянно пытается вырваться. Проходит час, и к месту крушения Титаника прибывает другой суперлайнер. Все пассажиры спасены. Вы оглядываетесь на спокойное море, на то место, где недавно затонул Титаник. Вы поднимаетесь на борт корабля и обещаете себе завязать с морскими путешествиями. Можно ли потушить солнце? Например, что произойдет, если мы выльем на него весь земной океан или даже больше воды? Что ж, давайте узнаем. Вселенная полна загадок. С древних времен ученые спорили о том, как устроен космос. Но никто никогда не сомневался в существовании одной вещи — солнца. Центр солнечной системы. Оно большое, яркое и бессмертное? Нет, не совсем. На самом деле, солнце — это обычная звезда. Оно состоит на 75% из водорода, а также из гелия и щепотки тяжелых элементов. Гравитация держит все это вместе. Но примерно через 5 миллиардов лет жизненный цикл солнца подойдет к концу. Водород внутри него закончится. Наша звезда начнет постепенно расти, и вы даже не можете себе представить, насколько большой она станет. А потом она начнет пожирать все ближайшие планеты. Вот тогда-то мы пожалеем, что оказались так близко к ней. Поглотив всех нас, звезда останется красным гигантом еще миллиард лет или около того. А затем, рано или поздно, она начнет уменьшаться и угасать, превращаясь в белого карлика. В конце концов, от нее не останется ничего, кроме яркой и красочной планетарной туманности. Но не пугайтесь, сейчас Солнце находится в середине своего жизненного цикла. Оно родилось около 4,5 миллиардов лет назад, и еще примерно столько же ему осталось. К счастью, мы родились в самый лучший и стабильный период жизни звезды. Другими словами, причин для беспокойства нет. Но давайте их найдем! Как насчет того, чтобы ускорить жизненный цикл Солнца с помощью воды? Мы попытаемся собрать всю воду на Земле и вылить ее на Солнце. Для начала нам понадобится ведро. Не, не это. Нам понадобится очень-очень большое ведро. Такое, которое может вместить около 1 миллиарда 360 миллионов кубических километров воды. Оно будет размером от Вашингтона до Чикаго. Или, если мы сможем найти только обычные ведра, их понадобится около 70 квинтиллионов. Это число с 18 нулями! Ну хорошо. Представьте, что мы волшебным образом получили столько ведер. Пришло время потушить Солнце! Мы брызгаем на звезду всей этой водой и ничего? Серьезно? О, только посмотрите на это. Солнце, вероятно, пожалело нас и произвело одну маленькую солнечную вспышку. Оказывается, вся вода на Земле всего лишь жалкая капля для Солнца. Люди часто недооценивают, насколько Солнце больше нашей планеты. В действительности в нем может поместиться более 1 миллиона 300 тысяч земных шаров. Так что, да, Солнце не погаснет и даже не станет холоднее. Оно не заметит, что мы что-то сделали. Но давайте не будем сдаваться! Ведь нам почему-то очень хочется, чтобы Солнце погасло. Что произойдет, если мы выльем на него достаточно воды? И сколько это достаточно? Помните наши квинтиллионы ведер? На самом деле нам нужно около 370 актиллионов, в этом числе 27 нулей. Это трудно даже представить, поэтому просто скажем, что это много воды. А теперь давайте снова побрызгаем ею на Солнце. Вау! Только посмотрите на этот пар. Но Солнце снова не погасло. Наоборот, оно сказало спасибо и вдруг стало намного больше и ярче. Что происходит? Дело в том, что Солнце не горит, как костер. Внутри костров и пламени свечей происходит химическое горение. Когда мы льем воду на огонь, вода поглощает тепло пламени и охлаждает его настолько, что она больше не может поддерживать реакцию горения. Она также блокирует доступ кислорода к огню. Да, вода, по сути, останавливает химический процесс. Но горение Солнца — это не та же самая реакция. Мы говорим, что оно горит, но это не совсем так. То, что происходит, называется ядерный синтез. Это одна из самых бурных и безумных реакций во Вселенной. В глубине Солнца есть много слоев водорода. Если взять четыре атома водорода и соединить их вместе, получится атом гелия. В масштабах Солнца процесс немного сложнее. Когда звезда пытается осуществить этот синтез, положительно заряженные протоны отталкиваются друг от друга. Требуется много сил и энергии, чтобы как-то сжать их вместе. К счастью, в космосе есть волшебная сила. Это гравитация. На Солнце приходится 99,8% всей массы Солнечной системы. Солидно, да? И вся эта масса удерживает Солнце вместе с помощью невероятной гравитационной силы. Итак, гравитация берет квадриллионы маленьких атомов водорода и сталкивает их друг с другом каждую секунду без остановки. И когда они сталкиваются, высвобождается энергия. В отличие от огня, Солнцу для жизни не нужен кислород. Ему нужен водород. А мы знаем, что вода — это H2O. Оно состоит из водорода и кислорода, так что это буквально топливо для Солнца. Это все равно, что пытаться потушить огонь бензином. Что еще более важно, дополнительная масса, добавленная водой, сделает Солнце тяжелее. Гравитация скажет «Спасибо за помощь!» И начнет сталкивать протоны друг с другом еще быстрее. И благодаря этому синтез ускорится. Отлично! Мы сделали Солнце невероятно сильным. И теперь оно нас съело. Вместе с другими планетами. И если мы продолжим добавлять воду, Солнце рано или поздно разрушится. Оно сдует свои внешние слои и превратится в черную дыру. Потрясающе! Теперь оно будет затягивать внутрь абсолютно все вокруг. Давайте перемотаем назад, потому что очевидно, что наш эксперимент с водой был ошибкой. Одна маленькая солнечная вспышка звучит гораздо лучше. Итак, мы вернулись к нашему обычному спокойному Солнцу. Но кажется, мы кое-что забыли. Очевидно, вода была критически важна для жизни на Земле. Кто бы мог подумать? Теперь там, где раньше были океаны, лежит огромное количество неподвижных рыб и других морских существ. Бедные создания. Глубоководные обитатели не вынесли резкого изменения давления. Водоросли и кораллы высохли. Эээ, погодите-ка. Разве не они отвечают за производство 50 до 80% кислорода в мире? Упс, пора надевать кислородные маски. А как обстоят дела на суше? Вообще-то, теперь все суша. Но суть вы поняли. Вау, как здесь ярко! Если нет океанов, то нет ни облаков, ни дождя. Теперь повсюду лесные пожары. Бедные животные вынуждены спасаться и покидать свои дома. И не факт, что им удастся найти новые. Ведь все растения, конечно же, быстро засохнут. На планете не останется места для жизни. Земля превратится в гигантскую пустыню. Но ведь люди живут в пустынях уже тысячи лет, верно, да? Может быть, они знают, что делать? Не знают. В конце концов, людям в пустыне тоже нужно пить. Так что теперь повсюду царит полный хаос, а выжившие борются за последние капли воды. Если вообще есть выжившие. На самом деле, как бы они не боролись за ресурсы, их судьба предрешена. Океаны поглощают огромное количество углекислого газа и тепла, исходящего от Солнца. Они также распределяют это тепло по всей планете, делая ее комфортной для жизни. И как только они исчезнут, температура быстро подскочит до 120 градусов Цельсия и выше. Но даже если забыть о высоких температурах, сейчас у нас нет облаков. А они были очень полезны, так как не пропускали солнечную радиацию. Теперь же мы находимся под прямым воздействием лучей Солнца. И наша последняя надежда — айсберги. Когда все ужасно нагрелось, они растаяли. И, возможно, именно они станут последней надеждой для человечества. Но эта крутая солнечная вспышка определенно того стоила. Да. Мы настолько привыкли к тому, что наше тело делает для поддержания нашей жизни каждый день, что почти не задумываемся о том, как мы спим, говорим, дышим или моргаем. Но что произойдет с нашим телом, если мы вдруг перестанем делать каждую из этих вещей? Сколько времени пройдет, прежде чем это станет проблемой? Не то чтобы я планировала дать обет молчания, но иногда я задумываюсь, что будет, если я совсем перестану говорить? Не потеряю ли я голос навсегда? Давайте посмотрим, что говорят специалисты Колумбийского университета. Прежде всего, голосовые связки — это мышцы, поэтому им необходимо время от времени тренироваться, чтобы оставаться в форме. Если вы перестанете говорить, через некоторое время эти мышцы начнут слабеть. В результате ваш голос станет тише, а его тон повысится. Он станет слабее, и в целом вам будет труднее говорить. Звучит не слишком оптимистично, но все не так плохо. К счастью, в уравнение вступают дыхание и питание. Эти процессы поддержат ваши мышцы в форме. Кроме того, даже очень долгое молчание не нанесет необратимого ущерба. Когда вы снова начнете использовать голосовые связки, ваш голос вернется. Все мы знаем, что может произойти, если мы перестанем мыться. От нас будет пахнуть. Но давайте посмотрим на это с научной точки зрения. Как насчет эксперимента, когда человек перестает мыться на целый год? В зависимости от изначального типа кожи, она станет либо очень жирной, либо очень сухой. На самых жирных участках тела, за ушами и на шее, соберется пыль и загрязняющие вещества. В результате эти места поменяют цвет. Что касается головы, то она будет очень сильно чесаться из-за скопившихся клеток. После столь долгого отсутствия гигиенических процедур могут пройти недели, прежде чем кожа придет в норму. Иногда так хочется ничего не делать. Давайте посмотрим, что произойдет, если вы перестанете вставать с постели. Одним из первых органов, которые почувствуют изменения, будут наши легкие. Без силы тяжести, приводящие их в стандартное положение, их нижняя часть сморщится. Вы станете периодически хашлять, чтобы уменьшить этот эффект. Что дальше? С каждой неделей вы начнете терять около 1% плотности костной ткани. Это сделает ваши кости более хрупкими. Кстати, по той же причине, астронавты, которые месяцами не ощущают гравитацию, должны тренироваться не меньше 2 часов в день и следить за тем, чтобы в их рационе было достаточно кальция. Тот же самый 1% относится и к мышечной массе. Сначала вы начнете ощущать последствия недостатка движения в бедрах и плечах. Неиспользованные сахара, которые раньше шли в мышцы, начнут накапливаться в кровеносной системе примерно через 10 дней. После месяца, проведенного в постели, ваше сердце станет перекачивать на 30% меньше крови при каждом ударе. В организме будет меньше кислорода и вы почувствуете еще большую усталость. Звучит немного странно. В конце концов, вы же провели месяц в постели. Что произойдет, если вы слишком надолго задержите дыхание? Давайте посмотрим на временную шкалу. Сначала уровень кислорода в вашем мозге снизится, а затем повысится уровень углекислого газа. Обычно организм избавляется от этого газа довольно быстро, когда вы выдыхаете. Примерно через 60 секунд клетки вашего тела начнут вести себя необычно. Резкие изменения затронут все части тела. Сердце станет биться нерегулярно. Если вы не начнете дышать в этот момент, то, скорее всего, потеряете сознание. Как и у многих других млекопитающих, у нас, людей, есть так называемый нырятельный рефлекс, встроенный механизм защиты. Он следит за тем, чтобы мозг всегда имел достаточно кислорода, даже в чрезвычайной ситуации. Нырятельный рефлекс начинает усиленно работать каждый раз, когда ваше лицо оказывается в воде, но он может включиться и на суше. Его главная цель – обеспечить непрерывное функционирование мозга любой ценой. Поэтому он приказывает вашему организму перенаправить всю кровь из несущественных частей тела, например, ног или рук, в мозг. Что произойдет, если вы перестанете моргать или будете моргать недостаточно часто? Прежде всего, ваша роговица, скорее всего, увеличится в размерах. Роговица – единственная часть вашего тела, которая не снабжается кровью. Но для нормального функционирования ей все равно необходим кислород. И она получает его прямо из воздуха. Кстати, именно по этой причине роговица немного припухает, когда вы спите. Но утром она приходит в норму. Потом ваши глаза начнут сохнуть без обновления слезной пленки. Что это означает? В основном боль и нечеткое зрение. Моргание также помогает удалять грязь и пыль из глаз. Если вы перестанете двигать веками, то все это застрянет в глазах и нанесет серьезный вред. Мы воспринимаем жевание как нечто само собой разумеющееся, не так ли? Но если подумать, это первый этап пищеварения. Жевание помогает желудку легче перерабатывать пищу, разбивая ее на более мелкие части. Если вы станете меньше жевать или вообще перестанете жевать, выбрав полностью жидкую диету, пострадает не только пищеварительная система, но и, что удивительно, челюстные мышцы. Без регулярных жевательных движений черты вашего лица очень скоро изменятся. Жевание также сообщает вашему желудку, когда пора повысить кислотность, чтобы он мог лучше перерабатывать пищу. Органы чувств играют огромную роль в вашей повседневной жизни. И вот на какие хитрости способен человеческий мозг. Когда одно чувство утеряно или повреждено, другое может значительно усилиться. Люди с плохим зрением могут лучше слышать, а те, у кого проблемы со слухом, могут улучшить зрение. Недавние исследования показали, что мозг способен перестраиваться, предоставляя больше возможностей другим органам чувств, если один из них поврежден или отсутствует. Ученые заметили это у микроскопических круглых червей. Плохо чувствуя прикосновения, они начинают вести себя необычно. Их обоняние становится сверхчувствительным, и им удается находить источники пищи с очень слабым запахом. У некоторых слабовидящих людей есть кое-что общее с летучими мышами. Такие люди учатся использовать свой усиленный слух, чтобы более эффективно ориентироваться в мире. Они издают серию быстрых щелкающих звуков, как летучие мыши используют свой встроенный сонар, чтобы найти дорогу в отсутствии света. Ваш мозг — это дом для 86 миллиардов нейронов. Не стоит удивляться, что у него есть запасной план на случай, если некоторые его части выйдут из строя, верно? Но тогда возникает другой вопрос. Почему наши чувства не обострены с самого начала? Ведь у мозга есть ресурсы для этого. Так почему бы ему не активировать сверхспособности по умолчанию? Объяснить это довольно сложно. В основном все сводится к неспособности организма работать очень интенсивно в течение долгих периодов времени. Точнее говоря, организм всегда стремится к достижению и поддержанию определенного баланса, чтобы нормально функционировать. Когда одно чувство выключается, другому приходится быть более острым. Изменения в наших чувствах, вызванные обстоятельствами, оказываются обратимыми. Это еще раз подтверждает потребность человеческого организма функционировать в гармонии. Это одно из самых интригующих мест в мире. Оно погружено во тьму и простирается на многие километры под водой, и там могут встретиться весьма необычные существа и явления. Мы говорим о Марианской впадине, самой глубокой точке мирового океана. Неудивительно, что ее так трудно исследовать. Из-за рискованных условий люди не могут попасть в это место без специального оборудования. Но что произойдет, если мы бросим туда стальной шар? Давайте начнем со снов. Как обнаружили эту чрезвычайно глубокую дыру в океане? Британский корвет «Челленджер» выявил ее в 1875 году. На корабле было продвинутое для своего времени оборудование, но его возможностей не хватило, чтобы как следует исследовать впадину. Позже, в 1951 году, другое судно «Челленджер-2» прибыло в это место более оснащенным. На судне был эхолот, который позволил провести точные измерения самой глубокой точки на поверхности нашей планеты. Если бы вы посмотрели на Марианскую впадину в двухмерном изображении, то увидели бы, что ее длина составляет 2400 километров, а ширина — в среднем 70 километров. Сверху она напоминает шрам в форме полумесяца. Пока ничего необычного, верно? Но если протянуть проволоку от поверхности океана до самой глубокой точки впадины, ее длина составит 11 километров. Марианская впадина могла бы вместить Эверест в самую высокую гору на Земле. И еще остался бы запас в два с лишним километра. Из-за своей глубины Марианская впадина погружена почти в абсолютную темноту. Свет с трудом проникает на такие огромные расстояния под водой. Температура тоже не самая приятная, всего на несколько градусов выше нуля. Но наиболее опасная особенность этого места — давление воды. В самой глубокой точке впадины оно примерно в тысячу раз выше, чем на поверхности. Не так много людей пытались спуститься в Марианскую впадину. Первая организованная попытка была предпринята более 60 лет назад. Это сделали Жак Пикар и Дон Волш на специальном батискафе. Они потратили около пяти часов на спуск и провели на дне всего 20 минут. Увы, им не удалось сделать ни одной фотографии. Пока эти двое ученых не спустились на дно, специалисты считали, что шансов на существование жизни там практически нет, учитывая экстремальные условия. Однако прожектор батискафа уловил живое существо. Оно было очень плоским. Ресурсы на дне, как вы можете догадаться, весьма скудны. Какие же существа там живут? И как они выживают, учитывая суровые условия? Удивительно, но в Марианской впадине обитает довольно много разных животных. Некоторые из них используют для пропитания химические вещества, такие как метан или сера, а другие виды питаются соседями, оказавшимися ниже в пищевой цепи. Самые распространенные существа в Марианской впадине это ксенофеофоры, амфиподы и маленькие морские огурцы. Некоторые из них укрепили свой панцирь за счет алюминия, получаемого из морской воды. Более мелкие существа, например микробы, приспособились питаться химическими веществами, которые выделяются при попадании морской воды на подводные скалы. Местная рок-звезда – это Марианская рыба-улитка. При размере от 8 до 23 сантиметров и отсутствии чешуи, она умудряется быть главным хищником в районе. Неудивительно, что некоторые верят, будто в Марианской впадине все еще прячется древний мегалодон. А вы знаете, кто такой мегалодон? Это самый крупный хищник, когда-либо живший на нашей планете, а заодно самая большая и опасная акула. Ученые считают, что этот гигант вымер довольно давно, и ничто не указывает на то, что он мог бы прятаться в Марианской впадине. Для этого мегалодону пришлось бы научиться ориентироваться в полной темноте. Он бы должен был либо стать биолюминесцентным, либо отрастить огромные глаза. А еще он был бы размером со школьный автобус и отличался отменным аппетитом. Вряд ли бы ему хватило глубоководных микробов и морских огурцов. Но что случится, если бросить в Марианскую впадину стальной шар? Сможет ли он выдержать такое давление? Давайте обратимся к науке. Если шар будет цельным, давление не сможет достаточно на него повлиять и вызвать необратимые повреждения. Тем не менее, чтобы достичь дна океана, ему потребуется целых 12 минут. А как насчет температуры? Оказывается, разница в температуре на поверхности и на дне впадины весьма внушительна – около 30 градусов Цельсия. Так что шар еще немного сожмется. Но опять же, при возвращении на поверхность он вернется в нормальное состояние. А если шар останется там? Коррозия стали сильно зависит от количества кислорода в воде. Количество кислорода, растворенного в воде, остается постоянным на глубинах больше 5 километров. Позвольте, я избавлю вас от подсчетов. Чтобы полностью проржаветь, стальному шару потребуется более 10 тысяч лет. А что нужно сделать нам, людям, чтобы выжить на такой экстремальной глубине? Давайте посмотрим, что использовали в прошлом для исследования этого загадочного места. Материал под названием синтактическая пена. Почему? Потому что только он может и плавать, и выдерживать подобное давление. Без такой защиты наши легкие бы быстро разрушились. Более того, под давлением жидкость попала бы нам в рот вместо столь необходимого кислорода. Кроме того, важно иметь возможность вернуться на поверхность, если что-то пойдет не по плану. К одному из аппаратов, совершавших здесь глубокое погружение, были прикреплены стальные грузы весом 450 килограммов. Эти грузы были соединены с аппаратом специальным типом проволоки, которая имела увеличенное время коррозии в морской воде. 11-13 часов на случай, если что-то пойдет не так, и придется быстро возвращаться обратно. Учитывая суровые условия, вопрос снабжения кислородом тоже очень важен. На любом судне, которое собирается спуститься в Марианскую впадину, нужно предусмотреть устройство, перерабатывающее воздух. Это уменьшит количество кислорода, которое придется доставлять вниз. И последняя, но очень серьезная проблема – это электричество. Внизу, конечно же, нет розетки, чтобы зарядить телефон. Поэтому необходимо, чтобы заряда батареи хватало всему оборудованию – для связи, подачи кислорода, освещения и так далее. Но, судя по всему, нет ничего невозможного. Ведь с недавнего времени вы можете купить тур в Марианскую впадину. Три счастливчика стали участниками такого проекта в 2020 году. Их поместили в титановую сферу с толщиной стенок 9 сантиметров. Благодаря этому они не ощущали изменения давления и не испытывали физиологического стресса. Каждый из гостей совершил индивидуальное путешествие, продолжительность которого составила около 14 часов. Сам спуск занимал более 4 часов. Достигнув дна, участники могли увидеть одних из самых необычных существ на планете. Затем наступало время 4-часового подъема на поверхность. Ночь. Вы с друзьями катаетесь на велосипедах по небольшому городу и замечаете в небе метеорит. Он сияет ярко-зеленым пламенем, а затем падает в небольшой пруд недалеко от города. Вы мчитесь к месту падения. Вода на поверхности пруда бурлит и пузырится. Раскаленный метеорит медленно опускается на дно, освещая темную воду зеленым светом. С завороженной этой картиной вы подходите к краю пирса. Зеленое свечение отражается в ваших очках и словно вас манит. Вы делаете шаг, падаете в воду и теряете сознание. Вы просыпаетесь в больнице, хватаетесь за край кровати, чтобы встать и чувствуете, как она хрустит под вашими пальцами. Вы смотрите на свои ладони и кричите от удивления. Они стальные. Ваши друзья, которые пришли вас проведать, говорят, что вас выбросило на берег, видимо, после того, как вы коснулись метеорита. Затем внутри вашего тела на генетическом уровне начали происходить какие-то изменения. Перед вами ставят зеркало, вы бросаете на него взгляд и видите, что покрыты сталью. Вам совсем не страшно. Наоборот, вы в восторге. Теперь вы словно из металла. Не совсем так, объясняет ваш друг. Только клетки вашей кожи покрылись слоем тончайшей стали, а все остальное в вашем теле такое же, как обычно. Ваши движения неограничены. Вы как будто облачились в рыцарскую кольчугу, сделанную из наночастиц стали. Вы смотрите в окно и делаете глубокий вдох. Ваши легкие наполняются воздухом. Но как насчет кожи? Ваш врач говорит, что клетки кожи больше не нуждаются в кислороде. Пор, через который раньше проникал воздух, больше нет. Легкие стали более объемными, чтобы восполнять недостаток кислорода. Кроме того, теперь вы можете задерживать дыхание на более длительное время. Ночью вы не можете заснуть, потому что стальные веки сильно давят вам на глаза. Вы решаете выйти из комнаты, но дверь закрыта. Вы нажимаете на ручку чуть сильнее, и замок ломается. Вы выходите и натыкаетесь на доктора. Он просит вас вернуться, так как ваше лечение еще не закончено. И завтра вас переведут в другое место. Вы говорите, что чувствуете себя прекрасно и хотели бы уйти. Доктор пытается вас схватить, но вы убегаете. Тут включается сирена, и вы понимаете, что вас хотят доставить в секретную лабораторию для исследований. Вас окружают несколько санитаров. Вы сжимаете кулаки и бьете в стену. Она легко разрушается, будто картонная. Вы пробиваетесь сквозь стены и убегаете из больницы. Вы рассказываете своим друзьям о том, что произошло, и вы вместе решаете на время уехать из города. Вы садитесь на свои велосипеды, и тут на дороге появляются черные машины. Они приехали за вами. Вы уезжаете от них и направляетесь в лес, где машины проехать не смогут. Вас преследуют несколько ученых и мужчины в черных костюмах. Вы натыкаетесь на пруд, вспоминаете слово доктора об увеличенных легких и решаете спрятаться под водой. Вы прыгаете и медленно опускаетесь на дно. Прошло 10 минут, а в ваших легких все еще есть небольшой запас воздуха. Преследователи не могут вас найти и уходят. Вы пытаетесь выплыть, но не можете. Стальная кожа сделала вас тяжелее, и теперь вам трудно плавать. Вы отталкиваетесь от дна, но опять опускаетесь обратно. К счастью, ваши друзья прыгают за вами и помогают выбраться. Вы мокрый, но кожа не ржавеет и быстро высыхает. Вы едете на велосипеде в сторону отеля, чтобы спрятаться и решить, что делать дальше. Ярко светит солнце. Вы крутите педали уже несколько часов, ваши друзья потеют. А вы нет. Ваша кожа покрылась пылью, но достаточно протереть ее, и она снова выглядит чистой. В нормальном организме пот выделяется для охлаждения тела, предотвращая его перегрев. Ваше тело теперь не остывает, но для вас это не проблема. Ваша кожа становится такой горячей, что можно поджарить яйцо, держа его на ладони. Огонь и холодные температуры также на вас не действуют. Вы регистрируетесь в мотеле и вдруг понимаете, что вам трудно двигаться. Вы слышите скрежет металла, когда поднимаете руки или двигаетесь. Ваш друг дает вам масло, которым обычно смазывает цепь на велосипеде. Вы наносите его на кожу, и это срабатывает. Вы снова можете свободно передвигаться. Стальная кожа увеличивает ваш вес и нагрузку на все ваши мышцы. Ваше тело приспосабливается к этим условиям всего за несколько часов. Но самое интересное – это ваша суперспособность. Теперь вы можете не только разрушать стены или разрывать железные листы, но и разбивать стекло одним легким прикосновением. В мотеле вы подходите к холодильнику и берете несколько магнитов. Они прилипают к вам, и избавиться от них довольно сложно. Вы включаете телевизор. По новостям сообщают, что вы с друзьями в розыске. Вас показывают по всем каналам. Вы выходите из мотеля, садитесь на велосипеды и едите как можно дальше. Вы так сильно крутите педали, что они ломаются. Чтобы продолжить путешествие, вы решаете арендовать автомобиль. Через пару часов у вас заканчивается бензин. Ваш вес увеличился, а значит, автомобиль потребляет больше топлива. Вы идете по дороге, рядом останавливается старый пикап, и водитель предлагает подбросить вас до ближайшего города с железнодорожной станцией. Водитель всю дорогу молчит, а с его лица стекают капли пота. Кажется, он нервничает. Вы чувствуете, что что-то явно не так. Въехав в город, вы видите, что на каждом уличном фонаре висит ваша фотография. За вашу поимку даже объявлена награда. Вы просите водителя остановиться, но он не обращает на это никакого внимания. Тогда вы пробиваете ногами дно машины и упираетесь ими в асфальт. Машина резко останавливается, а у вас на ногах не царапины. С разных сторон к вам подъезжает несколько черных автомобилей. Двери машины резко распахиваются, и люди в черных костюмах хватают ваших друзей. Но вам удается сбежать. Вы бежите на крышу пятиэтажного дома. Вас окружают ученые и люди в черном. Вы подбегаете к самому краю и прыгаете. Как настоящий супергерой, вы приземляетесь на полусогнутые ноги. Асфальт под вами трескается, а кроссовки рвутся. Вы убегаете, хватаясь по пути руками за припаркованные машины и оставляете на них глубокие царапины. Прибежав в лес, вы решаете там переночевать. Вы наломали ладонями несколько толстых веток и развили костер. Не то чтобы он вам нужен, ведь вы не можете замерзнуть, просто не хочется оставаться в темноте. Вы протягиваете руки над огнем и ничего не чувствуете. Вы смотрите на кончики своих пальцев и понимаете, что на них нет отпечатков. Вы закрываете глаза и пытаетесь представить свое будущее. Металлоискатели, когда вы проходите через них, просто сходят сама. Банки, аэропорт, ночные клубы. Вы везде заставляете службу безопасности нервно вздрагивать. Но хуже всего то, что вам теперь постоянно придется прятаться. Вы засыпаете и видите смеющихся людей, которые показывают на вас пальцем. Это неприятно, и вы просыпаетесь. Через несколько секунд вы вдруг понимаете, что нужно делать дальше и как остановить эту погоню. Вы бродите по лесу уже несколько часов, и ваша кожа начинает скрипеть из-за отсутствия смазки. Наконец, вы выходите на дорогу и видите придорожный отель с припаркованными поблизости машинами. Вы открываете багажник одной из них и берете канистру моторного масла. Затем вы заходите в отель, входите в первый попавшийся номер и заряжаете там телефон. Через час в номер заходит женщина. Увидев вас, она начинает кричать. Вы хватаете телефон и выпрыгиваете в окно. К отелю подъезжает несколько черных машин. А в небе появляется вертолет. Вы бежите на свалку брошенных машин и начинаете съемку. Вы рассказываете свою историю и сообщаете, что не выбирали эту суперспособность и просто хотите жить нормальной жизнью. После этого вы размещаете это видео во всех соцсетях. Вдруг включается башенный кран, который поднимает старые машины с помощью гигантского магнита. Вы прилипаете к магниту и не можете пошевелиться. Со всех сторон вас окружают люди в черном. Бежать некуда. Но в этот самый момент на свалке появляются репортеры и обычные люди. Теперь, когда все знают вашу историю, вы надежно защищены от опытов в лаборатории. Дамы и господа, добро пожаловать на битву века. В левом углу находится самый известный динозавр всех времен — тираннозавр, он же Тирекс. Это леди, и зовут ее Тириана. Она существовала около 70 миллионов лет назад и была настоящей королевой на территории нынешней Северной Америки. В честном бою ей не было равных. Ну, кроме метеорита. Извините за спойлер. А в правом углу кошмар океанов — мегалодон. Эту акулу зовут Меган. Мегалодоны вымерли около трех миллионов лет назад. Но легенды о них живут до сих пор. Это были самые большие акулы из всех когда-либо существовавших. Суперхищники своего времени. Оба бойца — самые сильные хищники в своих категориях. Но что, если они столкнутся друг с другом? Чтобы выяснить это, давайте перейдем к первому параметру — к размеру. Самого большого тираннозавра из всех когда-либо найденных прозвали Скотти. Его бедренные кости достигали в длину 3,6 метра. И если бы Скотти выпрямил спину, его рост составил бы примерно 13 метров. Это все равно, что поставить друг на друга трех жирафов. А если бы вы захотели погладить этого симпатягу по носу, вам пришлось бы встать на плечи семи человек, чтобы до него дотянуться. Несмотря на то, что наш тираннозавр не самый крупный, Тириана все еще крайне опасна. А теперь давайте посмотрим на размеры ее противника. Размер мегалодона до сих пор вызывает спор. Дело в том, что о его реальных габаритах остается только догадываться по останкам зубов и позвонков. Но даже по самым скромным подсчетам, эта акула куда крупнее, чем тираннозавр. В длину мегалодона могли достигать 15 метров, а это больше, чем школьный автобус. Это была не только самая большая акула из всех когда-либо существовавших, но и самая большая рыба в мире. Ее ближайшим конкурентом по размеру считается современная китовая акула. Однако она проигрывает мегалодону целых 3 метра. Так что если говорить о размерах, мегалодон не оставляет тираннозавру никаких шансов. Очко в первом раунде достается гигантской акуле. Следующая категория — вес. Давайте начнем с меган. Взрослые особи имели вес от 27 до 59 тонн. Это как три тяжелых транспортных вертолета. Ну или почти как танк. На самом деле даже некоторые дома весят меньше, чем мегалодон. Его единственный конкурент в океане — синий кит. И чем на это ответит тираннозавр? Несмотря на то, что это невероятно крупный хищник, самые крупные особи весили не более 14 тонн. Это довольно мало для их габаритов. Тираннозавр был бы медлительным и неуклюжим, если бы некоторые его кости не были полыми. Такая особенность здорово уменьшала его общий вес. Благодаря ей он был более быстрым и ловким, оставаясь мощным и сильным. Но, как мы видим, Тириана проигрывает меган в весе минимум в три раза. Итак, еще один раунд остается за мегалодоном. Следующая категория — скорость и ловкость. По разным оценкам тираннозавр мог бегать со скоростью от 17 до 72 километров в час. Для сравнения, скорость самого быстрого человека на Земле составляет всего 26 километров в час. Итак, давайте прикинем... Да, вряд ли бы у нас были хоть какие-то шансы не стать обедом для тираннозавра. Ну а как насчет маневренности? Тириана кажется большой и неуклюжей. Однако тираннозавр обладал отличным балансом благодаря своему массивному хвосту и мог очень быстро поворачиваться и менять направление движения. И посмотрите на ноги нашей тирианы. К приседам в тренажерном зале она явно подходит со всей ответственностью. А теперь давайте взглянем на меган. Ученые пришли к выводу, что мегалодон мог плавать со скоростью около 18 километров в час. Этого было бы вполне достаточно, чтобы стать идеальным хищником, но он уступал многим другим видам. Например, самое быстрое морское существо — рыбопарусник. Она может развивать скорость до 109 километров в час, а это около 30 метров в секунду. Мегалодон из-за своего большого веса не мог быстро поворачиваться или маневрировать. Представьте себе гигантский грузовик, которому нужно сделать разворот. Поэтому, когда мегалодон атаковал, у него был только один шанс нанести удар. И если он промахивался, то шел на второй круг. Это давало его жертве возможность скрыться. В этом раунде тираннозавр наконец-то получает свой первый балл. Счет становится 2-1 в пользу мегалодона Меган. Ладно, давайте перейдем к следующей категории — боевым навыкам. Конечно, мегалодон обладал гигантской массой и острыми зубами. Но вершины пищевой цепи он достиг совсем по другой причине. Благодаря интеллекту ученые обнаружили следы зубов мегалодона на останках китов. Они пришли к выводу, что мегалодон всегда метил в слабые места своей жертвы и знал наверняка, где находятся жизненно важные органы. Другие останки имели множество переломов. Очевидно, эти жертвы испытали на себе 50-тонный таран мегалодона. Акула легко могла пробить и бетонную стену. Некоторые особи предпочитали сначала атаковать хвосты и плавники китов, чтобы обездвиживать противников, а затем нападать на уже беззащитных жертв. Все это делало мегалодона превосходным стратегом. У его жертв не было никаких шансов. Итак, у этой акулы было два основных приема – таран и финальный укус. Но арсенал тираннозавра гораздо шире. Как и у мегалодона, у него был очень сильный укус. И он также использовал метод тарана. При меньшем весе, чем у меган, тириана может развивать гораздо большую скорость, что делает ее удар мощнее, чем у гигантской акулы. Вдобавок и всему она может наносить удары хвостом, а ее ноги обладают огромной силой и могут запросто удерживать любую жертву. Без сомнений, боевые навыки тираннозавра гораздо разнообразнее. Так что очко в этом раунде достается тириане. Ну вот и настало время для бонусного раунда – приза зрительских симпатий. Тираннозавр – бесспорно самый знаменитый динозавр всех времен. Он появлялся в разных фильмах, сериалах, мультфильмах, видеоиграх и даже на почтовых марках и в мемах. Кроме того, его скелет в американском музее естественной истории является самым узнаваемым в мире. А еще вокруг тираннозавра есть куча мифов. Например, заблуждение о том, что он мог видеть только движущиеся объекты. В одном известном фильме герои спасались от тираннозавра, просто замирая на месте. Однако, во-первых, динозавр должен был их учуять, а во-вторых, у тираннозавра было отличное зрение в 13 раз лучше, чем у людей. Мегалодон же имеет репутацию настоящего дьявола. Сцену, где гигантская акула уничтожает рыбацкую лодку, зрители во всем мире считают культовой и очень страшной. Но поскольку от древних мегалодонов осталось всего ничего, можно только догадываться, как они выглядели в реальности. Итак, скорее всего, инстаграм Тирианы был бы гораздо более популярным, и приз зрительских симпатий достается ей. Ну а нам нужно двигаться дальше. Счет 2-2. Таким образом, исход боя решится в последнем раунде. Давайте рассмотрим орудия битвы. Тираннозавр обладал самой мощной силой укуса среди сородичей. Он легко мог перекусывать кости более крупных динозавров, чем он сам. Но сила его укуса была ограничена его зубами. Из-за слабого слоя эмали они были довольно хрупкими, хотя и довольно быстро восстанавливались. Его передние лапы имели острые когти. Но это оружие было в основном бесполезным из-за структуры лап. У мегалодона было только одно опасное оружие — зубы. Но они стоили всех боевых приспособлений тираннозавра вместе взятых. Зубы мегалодона были треугольной формы и в длину достигали 18 сантиметров. Эти зубы считаются самыми крупными из всех когда-либо существовавших. У мегалодона было 250 зубов, и росли они в 5 рядов. Каждый из них был невероятно острым и мог с легкостью прокусывать толстую кожу китов и других древних существ. Кроме того, в ширину челюсть мегалодона достигала 2 метров. В ней мог бы поместиться среднестатистический человек, стоя в полный рост. Но он бы не задержался там надолго. А укус мегалодона считается одним из самых сильных на планете. Звучит гонг, и это значит, что пора начинать схватку. Два огромных хищника встречаются на побережье Северной Америки. Мегалодоны в основном жили в глубоких водах, но иногда охотились у берега. Тираннозавр тоже захаживал в эти места. И теперь эти два гиганта наконец-то столкнулись друг с другом. Несколько лет космический аппарат НАСА Кеплер странствовал по космосу и изучил более 150 тысяч звезд по всей галактике. У него была конкретная цель — искать планеты, похожие на Землю. Такие планеты могут стать нашим вторым домом. Но это произойдет только в отдаленном будущем, когда человечество начнет колонизировать космос. Миссия была успешной. Кеплер обнаружил множество планет, которые назвали суперземлями. В Солнечной системе нет ни одной планеты, которую можно было бы назвать суперземлей. Некоторые ученые считают, что она может скрываться где-то на самом краю нашей системы. Но прямых доказательств этому пока не существует. Суперземля — это звучит впечатляюще, но на самом деле такая планета вряд ли будет похожа на нашу. Во Вселенной существует множество суперземель. Чтобы стать суперземлей, планета должна весить от одной до десяти масс нашей планеты. Она также должна быть вдвое больше и питаться энергией звезды. Вот, пожалуй, и все критерии. Поверхность такой планеты может быть каменистой или газообразной, или даже смешанной. Представьте, что мы живем в таком месте. На планете, напоминающей нашу, с похожей атмосферой, климатом и ландшафтом, но в несколько раз больше. Жизнь на ней совсем другая, ведь из-за увеличенной массы гравитация на этой планете намного сильнее. В этом мире нет высоких гор или деревьев. Местный Эверест в несколько раз меньше. Большинство деревьев не вырастают выше одноэтажного здания. Люди тоже куда компактнее. Телу трудно расти в высоту, когда гравитация давит на него с двойной или тройной силой. Средний рост взрослого человека составляет метр. Сегодня на Земле проживает почти 8 миллиардов человек. Большие города уже давно переполнены. Но на суперземле места в два раза больше. А еще и люди меньше ростом. Они водят маленькие машины и живут в маленьких домах. Вот почему здесь гораздо просторнее. Воздух чище и далеко не все части этой планеты полностью исследованы. Дни и ночи здесь длятся дольше, чем на старой доброй Земле. Сегодня понедельник, а вторник начнется через 48 часов. Однако людям все равно не хватает свободного времени. Рабочий день стал длиннее, и людям нужно больше времени для сна, отдыха и поездок на работу. Радует то, что люди стали намного сильнее и выносливее. Если обычный человек попадет на суперземлю, он почувствует себя так, будто тащит рюкзак, набитый кирпичами. Мышцы не смогут привыкнуть к этой постоянной нагрузке, и даже во время сна будет ощущаться тяжесть. У неподготовленного человека такое давление может повредить кости и мышцы и привести к неприятным последствиям. Но поскольку люди живут на суперземле уже тысячи лет, они эволюционировали и адаптировались к новым условиям. На этой планете человеческие кости прочные, как железо, а мышцы твердые, как камень. Люди сравнительно небольшие, но сильные существа. Но они не знают о собственной силе. Вокруг них все тяжелое, и это норма. Деревья более прочные, их древесина более крепкая, а это означает, что мебель более массивная. Один лист бумаги на суперземле может весить в 10 раз больше того, к чему мы привыкли. Средний легковой автомобиль может весить как две пожарные машины, а чайная ложка будет тяжелее Ганты. Поскольку вес всех транспортных средств там больше, чем на нашей планете, людям требуется больше энергии и топлива для достижения высоких скоростей. Они используют много бензина. Для отправки ракет в космос требуется гораздо больше ресурсов. Нужно больше топлива, чтобы преодолеть гравитацию суперземли и покинуть ее атмосферу. А космические корабли должны еще и меньше весить. Когда все такое тяжелое и плотное, вы вовсе не чувствуете себя суперсильно. Но, допустим, вы живете на суперземле и однажды решаете посетить старую добрую землю. Здесь вы становитесь сверхчеловеком. Вы можете подойти к любой машине, положить руки на багажник и подвинуть ее. В тренажерном зале вы легко поднимаете любой виз. Одним ударом вы можете сделать трещину в бетонной стене или пробить деревянную доску. Все это выглядит чрезвычайно впечатляюще, учитывая ваш небольшой рост. Ваши ноги, привыкшие к тяжелым нагрузкам, чувствуют себя здесь совсем легким. Вы можете перепрыгивать с одной крыши на другую. Если вы случайно упадете с двухэтажного здания, ваше тело не получит никаких повреждений. Ваша кожа даже не поцарапается, и кости легко выдержат падение. На земле вы станете супергероем. К сожалению, суперземля с идеальными условиями для людей еще не найдена. Эти планеты пока плохо изучены. Некоторые из них могут представлять опасность для людей. Большая масса означает огромное количество энергии. И этой энергии нужно высвобождаться. Если бы мы жили на суперземле, извержения вулканов были бы таким же обычным явлением, как грозы. Повышенная гравитация также может приводить к активному движению тектонических плит. Ландшафт и кора планеты могут быть очень нестабильны. Представьте, что каждое утро вы просыпаетесь от землетрясения. В таких условиях людям бы пришлось развить отличное чувство равновесия и разработать специальные технологии для укрепления фундаментов. Частое сдвиги тектонических плит могут вызывать огромные цунами. Только представьте, океаны постоянно меняют форму. Огромные площади Земли регулярно затапливаются. В таких меняющихся условиях люди не смогут строить постоянные города и жить комфортно. Кроме того, если люди когда-нибудь прилетят на такую планету, им будет трудно покинуть ее из-за мощной гравитации. Космические объекты, пролетающие мимо суперземли, с большой вероятностью будут падать на планету. Значит, кроме извержений вулканов и землетрясений, метеоритные дожди тоже окажутся частым явлением. И это будут не только камни, которые испаряются в атмосфере. Мощная гравитация большой планеты способна сбивать с курса даже огромные астероиды. Людям пришлось бы построить машину, которая могла бы уничтожать метеориты до того, как они будут входить в атмосферу. Но даже если бы им это удалось, сотни кусков космических камней все равно бы падали на Землю. После всех этих катастроф люди, скорее всего, поймут, что только одна Земля заслуживает эпитета супер. И это наша родная планета. Самое худшее, что может случиться с Землей, это затвердение ее ядра. Как только оно перестанет работать, планета потеряет щит, который защищает ее и нас от космической радиации. Солнечные бури и взрывы энергии устроят людям серьезные проблемы. Электроника перестанет нормально функционировать. Интернет, электростанции, светофоры, компьютеры, самолеты. Да практически все на свете. Чтобы выжить, людям придется возводить огромные купола, которые защитят от радиации и метеоритов. Но на многих суперземлях условия могут быть еще более суровыми. Например, есть планета, где температура воздуха настолько высока, что там испаряются металлы. Мало вероятно, что в таком месте могут появиться какие-либо формы жизни. Но если бы людям пришлось там эволюционировать, наш вид стал бы неуязвимым. Представьте себе существ, покрытых кожей, которые прочнее и эластичнее любого материала на Земле. Ходить сквозь огонь для них так же естественно, как дышать воздухом. Жители этого мира, вероятно, попытаются захватить другие планеты. Единственное, чего они не смогут выдержать, это низкие температуры. Легкий теплый бриз покажется им порывом ледяного ветра. Есть еще одна суперземля, похожая на эту. Она получает огромное количество энергии от ближайшей звезды. Из-за этого температуры там настолько высоки, что разрушают даже молекулы. В глубинах космоса ученые обнаружили еще одну суперземлю. Она в два с половиной раза больше нашей планеты и полностью покрыта водой. На ней нет ни одного клочка суши. Планета очень тяжелая, поэтому она немного наклонена в сторону. Во время вращения этой суперземли вокруг своей оси, вода стекает с одной ее стороны на другую. Разрушительное цунами там – обычное дело. Если бы там жили люди, они бы больше походили на амфибии, чем на людей. Еще одна суперземля находится от нас в шести световых годах. Ее масса в три раза больше массы Земли. Планете требуется около 233 дней, чтобы совершить полный круг вокруг своего Солнца. Она получает только 2% энергии звезды. Этот мир – темное место, покрытое льдами. Одна из самых удивительных планет кажется вполне дружелюбной и потенциально пригодной для жизни. Точно так же, как наша Земля, она светится голубым светом. Но ее внешний вид обманчив. На этой суперземле ветры дуют в 7 раз быстрее скорости звука. Но главная опасность – это стеклянные дожди. Триллионы осколков превращают все, что попадается им на пути, в порошок. Пожалуй, лучше остаться дома. Вы чувствуете легкое головокружение, зависая в воздухе над землей на высоте 10 этажей. От падения вас удерживает одна из ваших ладоней и босые ноги. Там внизу на улице собралась толпа. Люди крошечные, как муравьи, кричат и показывают на вас пальцами. Все смотрят только на вас и ваш драгоценный груз. Пожилая дама в ваших объятиях кажется хрупкой и напуганной, но на удивление крепко прижимает к груди свою любимую кошку. Над головой, вырываясь из окон, бушует яростное пламя, а дым дерет вам горло. Вернемся на три недели назад. Вы смотрите футбольный матч, и ваша команда проигрывает. Вскоре это становится невыносимым. Вы вскакиваете с места и начинаете расхаживать перед телевизором. В какой-то момент вы психуете и бьете по стене ладонью. И прилипаете. Ваши первые мысли нельзя назвать содержательными. Ммм, какая-то липкая штука на моей стене. Палец за пальцем вы отклеиваете свою руку, изучаете ее, трогаете стену. Через несколько минут вы, наконец, начинаете понимать, что проблема не в стене, а в ладонях. После разных экспериментов вы выясняете, что они каким-то образом прилипают ко всем видам поверхностей. Вы проверяете это на полу, оконных стеклах, стенах, мебели. Вы даже можете прикрепиться к потолку. Ну, последняя идея не слишком удачная, так как вам приходится провисеть 10 минут рядом с люстрой, раскачиваясь и раздумывая, что же делать дальше. Как только вам удается освободиться, вы плюхаетесь на диван и начинаете думать. Итак, какие существа могут взбираться по вертикальным поверхностям и даже ползать по ним вверх ногами? Улитки и слизники? Ну, они выделяют слизь, которая помогает им двигаться. А на ваших ладонях ничего подобного не наблюдается. Хорошо, кто там дальше в списке? Пауки! Вы читаете про этих существ и узнаете, что главный секрет их липкого успеха – крошечные волоски на лапках, которые создают бесчисленные точки соприкосновения между пауком и поверхностью. И снова все ваше внимание сосредоточено на ладонях. Разве они волосатые? Что-то не похоже. И тут вы вспоминаете, что как-то вычитали, что чем крупнее и тяжелее животное, тем мельче у него волоски. Например, размер волосков у жуков примерно как одна десятая часть человеческого волоса. А у гекконов они тоньше аж в 50 раз. Возможно, ваши руки покрылись настолько крошечными волосками, что их просто невозможно разглядеть. Вы решаете выяснить, насколько далеко простираются ваши новые способности. Получится ли у вас ходить по потолку? Во время новой серии экспериментов вы обнаруживаете, что ваши ступни такие же липкие, как и ладони. После трех с половиной минут вверх ногами к потолку у вас начинает кружиться голова, но вы все равно не отклеиваетесь и не падаете. Упс, нужно быть аккуратнее, чтобы не биться головой о потолочный вентилятор. И кроме того, вы не можете перелетать с одной стены на другую, как некоторые супергерои. Вот незадача. После многочасовой практики, экспериментов и игнорирования семи звонков от вашего, видимо, очень злого начальника, вы решаете, что пришло время выйти на улицу. Ваша квартира находится на четвертом этаже. Не слишком высоко, однако, если ваши необычные способности вдруг перестанут работать, мало все равно не покажется. Вы отхлебываете апельсинового соком, чтобы набраться храбрости, и открываете окно. Машины, которые несутся по улице, кажутся вам намного меньше, чем утром. Странно, да? Вы вдыхаете и делаете шаг. Фух! Вы не летите вниз, а намертво приклеиваетесь к стене рядом с вашим окном. Пора начинать двигаться. Вы почти достигаете второго этажа и решаете сделать перерыв. И тут вы замечаете это лицо. Бледное, с широко открытым ртом и странными эмоциями в глазах, напоминающими ужас. А, должно быть, это ваш сосед снизу. К сожалению, вы не можете сообщить ему, что беспокоиться не о чем. Он вас не слышит, а ваши руки вроде как заняты. Вы видите, как сосед хватает телефон и собирается звонить спасателям. Как и следовало ожидать, через несколько минут снизу раздается вой сирен. А еще через какое-то время несколько человек, используя громкоговорители, начинают вас успокаивать. Помощь идет, держитесь! Как будто на высоте второго этажа может случиться что-то серьезное. Но ситуация в целом становится слишком напряженной. Из-за стресса вместо того, чтобы спуститься на землю, вы возвращаетесь в свою квартиру. Внезапно все стихает. Вы прячетесь в ванной и выпиваете еще один стакан апельсинового сока. Когда вы через полчаса снова подползаете к окну, внизу уже никого нет. Неудивительно, что после случившегося сосед снизу будет делать все возможное, чтобы вас избегать. На следующий день вы возвращаетесь к работе. Когда вы приходите в офис, начальник тратит полчаса на нагоняй. После этого вы приступаете к накопившимся делам. К концу рабочего дня вы чувствуете себя так, будто вас переживал и выплюнул динозавр. И единственный путь к выходу заблокирован начальником, который беседует с одной из ваших коллег. Не похоже, что они в ближайшее время закончат. Зачем еще нужны сверхспособности, если не для того, чтобы незаметно ускользать? Вы открываете окно и выбираетесь снаружи. Надо же, у вас стало получаться намного лучше. В следующие пару недель вы учитесь сносно лазать по стенам и ищите новые способы применения своего дара. Вы можете менять лампочки, не используя стул. Важно уложиться в три минуты, иначе начинает крушиться голова. Вы, наконец, покоряете ту самую вершину. Вы давно мечтали об этом восхождении, но оно оказалось вам слишком трудным. Однажды ночью вы пробуете взобраться на небоскреб, но ужасно устаете в процессе. А еще вы спасаете бесчисленное множество котят, застрявших на крышах и деревьях. Вы попадаете в криминальную историю и выходите сухим из воды. Однажды вечером вас окружают грабители. Они хотят отобрать у вас деньги и телефон. Конечно, они не ожидают, что вы умеете взбираться по гладкой вертикальной стене. Это пугает их до чертиков. И вот наступает день пожара. Вы едете на работу и видите пламя, которое вырывается из квартиры на десятом этаже. Возле здания уже собрались десятки людей. Вы присоединяетесь к ним и слышите, как кто-то говорит про пожилую женщину, которая живет в квартире со своей кошкой. Вы понимаете, что пришло время использовать суперспособности. Вы снимаете обувь и начинаете карабкаться по стене здания. Ваше восхождение сопровождается криками и громкими аплодисментами. Добравшись до нужного окна, вы разбиваете его и осторожно проникаете внутрь. Сегодня удача явно на вашей стороне. Леди оказывается худенькой и невысокой, а еще ей не требуются долгие объяснения. Она хватает кошку, вы хватаете ее саму и в следующее мгновение вы все вместе вылетаете в открытое окно. Итак, вы успешно спускаетесь на землю и врачи осматривают пожилую леди, а потом вас окружают репортеры с лавиной вопросов и вспышек фотоаппаратов. Очевидцы сняли ваш героический спуск на телефоны. Так что вам не потребуется много времени, чтобы стать суперзвездой. Сначала вы испытываете неловкость, но вскоре понимаете, что популярность может принести хорошие деньги. Вы становитесь гостем многочисленных телешоу. Компании хотят, чтобы вы рекламировали их продукцию. Иллюзионисты и цирковые трупы просят вас принять участие в их представлениях. Вы становитесь всемирно известным. Ваше лицо теперь на обложках всех журналов. Вы зарабатываете достаточно денег, чтобы путешествовать в бизнес-классе и останавливаться в самых дорогих отелях. Через год после того, как вы начали ходить по вертикальным поверхностям, вы с удивлением видите в газете статью о том, что какой-то человек приобрел такую же способность. С течением времени все больше и больше людей обнаруживают у себя то же самое. Через несколько лет это перестает считаться редким явлением. Все, что вам остается, это смириться с тем фактом, что вы больше не уникальны. Но каждый раз, проверяя свой банковский счет, вы счастливо улыбаетесь. Вы все-таки были первым. Вы пытаетесь проникнуть в темные лабиринты древних пирамид в поисках бессмертия. Вы открываете замок с шифром на двери и слышите громкий скрежет. Все вокруг вас начинает трястись и вдруг перед вами открывается огромная дверь. В комнате много золота и древних свитков. Большой золотой кубок падает прямо к вашим ногам, но вы отбрасываете его в сторону. Ведь вы пришли сюда совсем не за этим. Вдруг вы слышите чьи-то шаги. Вы быстро прячетесь за колонну и видите, как из глубины комнаты выходит человек. Вы напуганы, потому что он очень напоминает ожившую мумию. Его сухая кожа будто натянута на скелет. Его длинные волосы тащатся по полу, словно шлейф платья. И похоже, он улыбается. Человек предлагает вам сесть рядом с ним. Оказывается, что этот старец последний представитель древней цивилизации, которая хотела раскрыть секрет бессмертия, и у нее это получилось. Три тысячи лет назад у этого племени был особый ритуал. Люди танцевали вокруг костра с огромным котлом. Своим танцем они вызывали сильную бурю, а через мгновение большая молния ударяла прямо в котел. На несколько минут в небе образовывался огромный столб синего света, в то время как все члены племени продолжали танцевать и петь. Когда буря утихала, глава племени подходил к котлу, в котором оставалось всего несколько капель. Он наливал их во фляжку и выпивал. Затем его тело начинало светиться, он ощущал мощный прилив сил. Это был эликсир бессмертия. Этот человек недавно отметил свой трехтысячный день рождения. Он обладал всеми доступными для того времени знаниями мира. Он странствовал по свету и обучал других людей. Но потом, как ни странно, он решил запереться в пирамиде и прожить вечность в одиночестве. В качестве награды за ваш ум и проворность старец дает вам ту самую фляжку с эликсиром. Вы выпиваете несколько капель и чувствуете, как сжение распространяется по всему вашему телу. Ваши руки стали невероятно сильными. Жар утихает, с этого момента вы бессмертны. Однако, есть одно условие. Вы будете жить вечно, но ваше тело будет бесконечно стареть. И однажды вы превратитесь в худощавого старика. Вы возвращаетесь домой. Садя с самолета, вы видите, что вас уже ждут сотни журналистов. Вспышки фотокамер, микрофоны. Теперь вы настоящая знаменитость. Вам нужно решить, как вы проведете свою бесконечность на Земле. И пока ваше тело еще молодо, вы намерены сделать все то, чего когда-то боялись. Следующие 20 лет своей жизни вы проводите, путешествуя по миру. Вы были на Эвересте, самой высокой горе мира, опускались на дно марсианской впадины, самой глубокой на Земле. Вы катались на серфе на Гавайях и на лыжах в Альпах. Вы даже добрались до Северного полюса на собачьей упряжке. Наконец, вы посетили Международную космическую станцию как турист. Вы больше ничего не боитесь, потому что знаете, что будете жить вечно. Сейчас вы выглядите на 40 лет. Когда вы идете в ночной клуб танцевать до утра, все смотрят на вас с изумлением. Но в душе вы так молоды. Не пора ли попробовать новое хобби? Брейкданс? Почему нет? А вот почему. Вы делаете головокружительное движение и ваши кости трещат, как у старика. Все потому, что вам сейчас 50 лет. Пришло время подумать о смене профессии. Вы решаете приобрести всевозможные знания, которыми сейчас обладает человечество. Вам потребовалось 10 лет, чтобы получить образование в лучших университетах мира. Вы изучили все механизмы нашей цивилизации и можете ими управлять. Поэтому теперь помимо бессмертия у вас есть еще и огромное состояние. Но смотрясь в зеркало, вы не чувствуете себя счастливым. Вы начинаете стареть. Волосы уже не такие длинные и шелковистые, как раньше. Да и лицо все в морщинах. Но ведь 60 лет это ничто по сравнению с бесконечностью. Поэтому ваша новая цель найти способ оставаться молодым, не только душой, но и телом. Для этого вы достаете свой микроскоп и начинаете изучать процесс старения. Наше тело как огромная мозаика из больших паззлов. Паззлы это органы. Они состоят из еще более маленьких паззлов, то есть ткани, которые группируются и формируют функционирующий орган. Все ткани состоят из еще более мелких паззлов, то есть клеток. Когда мы молоды, наши клетки маленькие и активные. Они непрерывно размножаются и обновляются. Поэтому наши ткани и органы всегда как новенькие. Но с возрастом клетки теряют эту способность. Процесс размножения замедляется, клетки растут и плохо работают. Подобно старым авто, клетки выходят из строя и ломаются. А у вас загорается лампочка? Проверьте двигатель. Итак, в лаборатории вы работаете над созданием зелья, которое заставит ваши клетки продолжать делиться и работать. На это у вас ушло еще 10 лет жизни. Но 10 непрерывных лет работы увенчались провалом. Как и другие ученые, вы пришли к выводу, что клетки теряют способность к регенерации в определенном возрасте. Они уже не могут возместить ущерб, нанесенный нам различными факторами. Именно поэтому однажды глава древнего племени, которому уже 3000 лет, решил спрятаться в пирамиде. Так он просто изолировался от внешних факторов, чтобы не подвергать свое тело никаким опасностям извне. Похоже, единственный выход запереться в надежном месте. В воздухе внутри пирамиды не было вредных бактерий, но сам воздух был настолько сухим, что тело старца превратилось в настоящую мумию. С вашими деньгами вы могли бы позволить себе шикарную оранжерею. Внутренняя часть особняка будет обтянута герметичной полиэтиленовой пленкой, что защитит вас от бактерий, а каждый предмет мебели будет накрыт специальной пленкой. Вам также придется носить герметичный скафандр с баллоном очищенного воздуха. Но самое главное, несколько вертолетов накроют ваш дом стеклянным куполом. Теперь вы вечно будете жить в этом аквариуме. В прямом смысле вечно. Все гости и работники в вашем доме тоже должны носить воздухонепроницаемые костюмы, чтобы ничем вас не заразить. О, пора ужинать! Несколько тюбиков еды. Сплошное разочарование. Все дело в том, что в еде содержится много бактерий и микробов. Обычно наш организм легко с ними борется, пока мы наслаждаемся бургером, забыв о проблемах. Но вот ваш организм может с ними не справиться, так что теперь вы можете есть только специально обработанную пищу. А через несколько десятилетий вы будете питаться лишь растворами, которые защитят ваш желудок от опасностей. Но вы все еще можете гулять. Для этого вам понадобится воздухонепроницаемый пузырь с колесом, как те, с которыми играют хомяки. Вы можете гулять по улицам и наслаждаться городом, который постепенно начинает напоминать футуристический фильм. Повсюду неоновые вывески, летающие машины, голограммы и роботы. И это ваш двухсотый день рождения. Вы дарите себе особый летательный аппарат, который позволит вам безопасно путешествовать по всему миру, никому и ни к чему не прикасаясь. С этими технологиями вы снова чувствуете себя молодым. Но лицо у вас грустное. Все дело в мозге. Он стареет вместе со всем остальным телом. У нашего мозга есть лимит памяти, как у компьютера. Вся ваша насыщенная жизнь, серфинг и прыжки с парашютом, все это хранится в вашем компьютере в формате видеофайлов. И их там скопилось уже немало. Записывая новое событие, вы удаляете что-то старое и ненужное, например, формула для нахождения площади трапеции. Естественно, вам хочется расширить объем памяти. Вы могли бы вставить дополнительную флешку в мозг. Это решит проблему на несколько десятилетий, но ваше тело все еще продолжает стареть. В 2300 году вы узнаете, что был совершен научный прорыв. Ученые создали компьютер, в который вы можете перенести свое сознание. Этот компьютер уже стоит у вас дома, но вам страшно. Но если вы перенесете их в компьютер, вы останетесь собой, или это будет просто ваша копия? И что тогда произойдет с вами, как с человеком? Страх и отчаяние берут вверх. Бессмертие это одновременно и подарок, и тяжкая ноша. Вы одиноки. Вашей семьи и друзей уже нет, ведь с момента, как вы стали бессмертны, прошло 200 лет. Все, что у вас сейчас есть, это необычайно старое тело. Вы даже немного злы на себя за то, что стали бессмертным. 10 апреля 1912 года. Вы на побережье Атлантического океана в маленьком портовом городке. Сотни людей и вы в их числе собираются подняться на борт величественного корабля. Он в три раза больше, чем статуя свободы и считается самым совершенным и непотопляемым судном своего времени. Вы видите сотни окон роскошных кают, а на железном корпусе красуется надпись Титаник. В тот день знаменитый супер лайнер отправился в свой первый и последний рейс из Саут Гемптона в Нью-Йорк. Но вас ждет совсем другая история. Вы слышите, как член экипажа объявляет о начале путешествия Титаника. Корабль плывет из Африки на Бермудские острова. И причиной катастрофы будет вовсе не айсберг. Уже четыре дня Титаник плывет по водам Северной Атлантики. Солнце так сильно нагревает корабль, что пассажиры весь день сидят в каютах. И лишь вечером, когда с океана начинает дуть прохладный бриз, слюди поднимаются на палубу, чтобы полюбоваться закатом. Полночь. 15 апреля. Вы сидите в каюте и читаете книгу. Обычно в это время вы уже спите, но сегодня вы зачитались. Наконец вы закрываете книгу и осматриваете каюту. Такое чувство, будто за вами кто-то наблюдает. Вы вскакиваете и покрываетесь холодным потом. Все тело пронизывает необъяснимое чувство тревоги, и по коже бегут мурашки. Вы смотрите в окно каюты, но видите лишь океанские брызги, которые бьются о стекло. Снаружи стоит плотный туман. Вы выходите из каюты и видите других пассажиров, которые тоже почувствовали опасность. Они здороваются и спрашивают, что случилось. Но этого никто не знает. Вы направляетесь к лестнице, чтобы выйти на палубу и разобраться, в чем дело. В этот момент пол уходит у вас из-под ног, и из-за видите, как все больше и больше людей выходят из кают. Вы поднимаетесь по лестнице и встречаете члены экипажа. Он ничего вам не говорит, но его глаза широко раскрыты от страха. Вы поднимаетесь на палубу и почти ничего не видите из-за густого влажного тумана, который окутал корабль. Несколько пассажиров схватились за головы, будто у них сильные боли. Вы видите капитана и спрашиваете его, что случилось. Капитан признает, что понятия не имеет, где вы находитесь. Вы видите компас в его руке. Стрелка бешено вращается в разные стороны, и определить, где сейчас корабль действительно невозможно. Любопытно, что до 1964 года понятия «бермудский треугольник» не существовало, хотя первые сообщения о пропавших в этом районе кораблях появились еще в середине 19 века. Еще один толчок. На этот раз вам удается устоять на ногах. Похоже, по кораблю ударило что-то большое. Вы подбегаете к перилам на краю палубы и смотрите за борт. Сквозь белый туман вы видите огромный плавник акулы. Самой акулы не видно, но, судя по плавнику, она должна быть длиной с железнодорожный вагон. Акула уплывает, но через несколько секунд вы снова замечаете ее плавник. Рыбина быстро приближается от металла. Похоже, морской хищник только что проделал в корпусе судна дыру. На такое способно только одно существо на планете – мегалодон. Это древний морской хищник, который достигал почти 20 метров в длину. В океане у мегалодонов не было конкурентов и они находились на вершине пищевой цепочки. Считается, что они исчезли миллионы лет назад, но ведь океан исследован лишь на 5%. Вот же, пожалуйста, живой мегалодон, который плавает в таинственных водах Бермудского треугольника. Корабль охвачен паникой. Люди с нижних палуб бегут наверх. Титаник медленно тонет. Все несутся к спасательным шлюпкам, но никто не осмеливается в них забраться, пока под боком плавает огромное древнее чудовище. Нос корабля уходит под воду. Вы стоите на левой стороне палубы и видите, как мегалодон жадно откусывает куски железного корпуса. Вы кричите людям в кормовой части, что мегалодон занят и теперь самое время эвакуироваться. На воду спускаются первые спасательные лодки с пассажирами, а некоторые просто прыгают за борт. К счастью, вода здесь намного теплее, чем в том месте, где на самом деле затонул Титаник. Вы надеваете спасательный жилет и тоже прыгаете. Мегалодон набрасывается на корабль и тянет его под воду. Наверное, монстр привлек запах кухни Титаника. Вы оказываетесь среди обломков и шлюпок. Туман наконец рассеивается. Звезды и Луна освещают морскую гладь. Кто-то помогает подняться вам на борт спасательной лодки. Каждый старается уплыть как можно дальше от тонущего корабля. Вы видите огромную акулу, плавающую вокруг Титаника. В этот момент ее что-то отвлекает и она уплывает. Больше половины корабля уже находится под водой и оставшаяся часть похожая на торчащую из воды свечу. Океан спокоен, небо чистое и безоблачное, ни дуновения ветерка. Вдруг позади Титаника возникает волна высотой около 15 метров, как пятиэтажное здание. Она сбивает корабль, словно он сделан из бумаги. Затем чудовищная волна просто растворяется в воде. Это была волна убийца. И это явление происходит во всем мире. Огромные волны внезапно появляются, разрушают корабли и без следа исчезают. Ученые до сих пор не могут понять их природу. Согласно самой популярной теории, эти волны образуются из-за кинетического вампиризма. При определенных условиях волны накапливают кинетическую энергию и обмениваются ею. Среди всех волн появляется одна волна вампир, которая поглощает энергию остальных, и рано или поздно накопленная ей энергия выплескивается наружу. Некоторые считают, что частые исчезновения судов в Бермудском треугольнике происходили как раз из-за волн убийц. Люди в лодках успокаиваются, кто-то запускает в небо сигнальную ракету. Вы смотрите на океан и видите торчащий из воды треугольный плавник мегалодона. Он размером с хорошую парусную лодку, и он движется в вашу сторону. Вы налегаете на весла изо всех сил. Люди кричат и зовут на помощь, но шансов на спасение нет. Легендарный монстр неумолимо приближается. Голова акулы уже выглядывает из воды. Чудовище разевает огромную пасть с сотнями острых зубов. Каждая из них размером с вашу ладонь. Вся ваша лодка могла бы поместиться в пасти акулы. Похоже, мегалодон заглотит вас целиком. Вдруг акула останавливается и захлопывает пасть на расстоянии вытянутой руки от лодки. Вокруг вас начинает пузыриться вода. Из океанских глубин вырывается несколько гигантских щупалец, которые обвиваются вокруг мегалодона и тянут его вниз. Вы смотрите за борт и видите фиолетовое свечение с черным кругом в центре. Кто-то в лодке тоже это замечает. Люди начинают кричать. Оно смотрит прямо на нас! Кричит женщина. Вы в ужасе и все ваше тело сотрясает дрожь. Фиолетовое свечение это чей-то гигантский глаз, а черный круг это зрачок. Существо, которое смотрит на вас настолько велико, что лодка для него как рисовое зернышко. Это кракен. Гигантский кальмар, древнее чудовище, потопившее сотни кораблей, существование которого еще никем не доказано. К счастью, лодка, в которой вы находитесь, слишком мала, чтобы заинтересовать кракена. Вы видите, что его глаз уходит все дальше. Огромные щупальцы утягивают мегалодона, который отчаянно пытается вырваться. Проходит час, и к месту крушения Титаника прибывает другой супер лайнер. Все пассажиры спасены. Вы оглядываетесь на спокойное море, на то место, где недавно затонул Титаник. Вы поднимаетесь на борт корабля и обещаете себе завязать с морскими путешествиями. Вы наконец-то сделали это. Вы создали симулятор, который позволяет копировать себя в приложении на телефоне, чтобы учиться быстрее. Вы подключаете телефон, открываете Google и надеваете шлем виртуальной реальности, чтобы получить обзор на 360 градусов. Подключив их, вы зовете сестру, чтобы она активировала симулятор. Она не отвечает, поэтому вы отправляетесь в ее комнату, где видите, как она снимает танец для ТикТока. Вы дразните ее за это и просите помочь вам включить симулятор. Она следует за вами, не выключая ТикТок. Она сердится на вас и пока вы не смотрите, меняет домашнюю страницу на вашем телефоне на ТикТок. Затем она активирует машину. Вы в симуляции, но что-то не так. Вы проходите через виртуальную червоточину. Вы видите, как вокруг вас кружатся всевозможные приложения и наконец приземляетесь лицом вниз на темную поверхность. Вам страшно? Ваше сердце колотится? Вы осматриваетесь и понимаете, что находитесь в комнате с большим экраном. Он спрашивает ваше имя пользователя. Вы выкрикиваете всевозможные слова, прося вас выпустить, но каждый раз мигает красная лампочка. Каждое произнесенное вами слово воспринимается экраном, который затем отображает его как ваше имя пользователя и просит вас принять его, чтобы продолжить. Вы принимаете один из вариантов и стена наконец открывается. Ваше имя пользователя выпусти меня. Вы выходите и попадаете в футуристичный город, сверкающий фиолетовыми и синими огнями и высокими башнями с экранами, на которых безостановочно крутятся ролики из ТикТока. Самая высокая башня показывает самые трендовые видео на сегодня, в то время как остальные башни показывают другие популярные видео. Вы идете по дороге, куда глаза глядят. Она приводит вас в толпу людей в центре виртуальной Таймс-сквер. Над каждым парит пузырь с его именем пользователя и биографией. Он также показывает сколько у человека подписчиков. У большинства всего несколько подписчиков. Люди выглядят как фотографии в профилях. Все смотрят на вас, поскольку вы единственный, кто выглядит не как аватар, а как настоящий человек. Вы видите двух людей, которые стоят друг напротив друга, не двигаясь. Вы замечаете, что пузыри над каждым из них меняются. Эти двое подписались друг на друга. Внезапно все замирают и смотрят на девушку, профиль которой становится подтвержденным. В ее пузыре появляется синяя галочка и девушка исчезает. Вы подбегаете к парню, который только что на нее подписался и пытаетесь получить хоть какую-то информацию. Вы единственный, кто говорит вслух, в то время как остальные обмениваются сообщениями. Вы понимаете, что вам придется стоять на месте и ждать, пока собеседник примет ваше сообщение. Он его получает и тут же блокирует. Вы пытаетесь начать новый диалог, но собеседник сначала замирает, а затем уходит. Вы понимаете, что люди смотрят на вас как-то странно. Они начинают преследовать вас. Они повсюду. Вы ускоряете шаг и исчезаете в море людей там, где вас не найти. Вскоре вы сворачиваете в переулок и находите подземное кафе. Вы входите и видите кучу людей, которые сидят без дела. Вы пытаетесь заговорить с некоторыми из них, но они не отвечают. Что еще более странно, у них нет лиц, ни у кого из них нет последователей. Они ни на что не реагируют, а если вы пытаетесь с ними общаться, они присылают какие-то рекламные объявления. Вы смотрите на экран в комнате. На нем показывают ваше лицо. ТикТок вас преследует. Вы слышите стук в двери десятки людей вбегают внутрь. Это внутренняя служба безопасности ТикТока и она охотится за вами. Вы выходите через другую комнату. Вы находитесь внутри здания, где живет множество ботов. Сотрудники службы безопасности следуют за вами и подбираются ближе. и видите, что охрана бежит прямо к вам. У вас нет другого выбора, кроме как выпрыгнуть из окна. Вы разбегаетесь, пробиваете стекло и приземляетесь на крышу соседнего здания. На всех башнях теперь отображается ваше имя пользователя и фотография профиля. Вы понятия не имеете, почему за вами охотятся. Вы пробираетесь в другой переулок и прячетесь в темном углу. Кажется, вам удалось оторваться. Вы проверяете свои настройки, чтобы разобраться, почему вы самый разыскиваемый человек в ТикТоке. Выясняется, что вы недействительный пользователь. Приложение думает, что вы глюк, который может разрушить ТикТок. Вы понимаете, что это всего лишь кибербезопасность ТикТока, которая работает над отловом ошибок. Вы открываете настройки, но не можете ничего сделать, так как вас заблокировали. Вы открываете поиск и вводите имя своей сестры. Оказывается, она верифицирована с синей галочкой, а значит, ее будет трудно отследить. Вы возвращаетесь на улицу и начинаете искать сестру. Вы слышите, что приближаются какие-то люди и быстро покидаете переулок. Вы возвращаетесь в толпу. Вы не можете больше вести себя безрассудно и привлекать внимание. Вы попадаете на проспект трендовые видео. Пока что вас никто не заметил. Самые популярные хэштеги находятся вверху, до них довольно далеко. Вы просматриваете большинство из них, но не можете найти свою сестру. Затем вы вспоминаете, что она танцевала, поэтому проверяете хэштег танец. Вы узнаете, что видео, которое она недавно сняла, стало одним из самых популярных. Наконец вы находите сестру, но охрана останавливает вас и преследует по проспекту хэштегов. Вы случайно появляетесь в различных популярных видео. Вы заходите в тупик и охрана ловит вас. Вас проводят в комнату, где пытаются вытянуть из вас информацию. Собеседники думают, что вы бот, но вы продолжаете говорить им, что изобрели машину для виртуального копирования себя в ТикТок. Они не верят. В конце концов они решают удалить вас. Но из этого ничего не получается. Они пытаются разобраться, что делать дальше и не дают вам уйти. Пока они перевозят вас в другое место, вам удается ускользнуть из их поля зрения и тайком отправиться на поиски сестры. На этот раз вам придется быть начеку. ТикТок ищет вас. Пользователи видели вас в хэштегах, поэтому они тоже начеку. Из ниоткуда появляются большие камеры, они пытаются вас отследить. Любой промах, и вы застрянете в ТикТоке навсегда. Вы предпринимаете последнюю попытку добраться до сестры. Вы находите шляпу и плащ, чтобы замаскироваться. Вам нельзя ни с кем общаться, чтобы не выдать свою активность. Но вы должны использовать последний шанс, чтобы она смогла вас вытащить. В конце концов вы возвращаетесь на проспект хэштегов и направляетесь к своей сестре. Вы обнаруживаете нескольких самых популярных тиктокеров, которые отдыхают вместе. Среди них и ваша сестра. Здесь много охраны, поэтому вы держитесь в тени. Через некоторое время вы медленно подходите к ней и отводите ее в сторону. Вы активируете опцию чата и просите ее спуститься в подвал и отключить вас от системы. Вы не успеваете договорить последние слова. К вам бросаются охранники и начинают вас преследовать. На этот раз все камеры направлены на вас и деваться некуда. Вы сдаетесь охране и вас ведут в запертую комнату, из которой вы не сможете убежать. Вы сидите там и волнуетесь. Вы ерзаете на стуле и потираете ладони. Вы понятия не имеете, получила ли ваша сестра полное сообщение. Проходит несколько часов, а извне никаких вестей. Возможно, вы уже все провалили. Вдруг вы получаете уведомление от сестры. Вы пытаетесь набрать текст, но ничего не получается. Вы начинаете чувствовать себя странно. Все вокруг дрожит. Через прорехи в стенах вы видите реальный мир. Вас затягивает в червоточину и вы приходите в себя в лаборатории. Вы тяжело дышите, пытаясь собрать воедино недавние события. Вам кажется, что вы пробыли в тикток полдня, но очевидно прошло меньше получаса. Ваше зрение проясняется и первое, что вы видите, это ваша сестра, снимающая вас на телефон. Она ухмыляется от уха до уха, не понимая, через что вам пришлось пройти.